всем здарова народ с вами варчик в этом видео затронем немного об химеры в целом поговорим про баланс почему как мое мнение ну и в принципе разнесем картошку как обычно в пух и прах поскольку эти разработчики совсем уже ну как обычно в общем в патче 1.4 апнули довольно таки неплохо химеру и она требовала апа поскольку она была просто обычным танком с альфой слабой подвижностью обычным пробитием кривой пушкой немножко имела броню но еще и не ездила по балансу он был примерно как какой-нибудь старый прям танк или старый прокачиваемый танк где-то там вот далеко на задней полке тупо ни о чем просто есть в игре но это же танк за лбз нужно срочно собрать статистику япнуть этот танчик поскольку люди танчик этот будут получать они должны получить хороший танчик разброс орудия улучшили на две сотых время сведения улучшили на две десятых разброс орудия при повороте башни ходовой улучшили скорость полета базового снаряда увеличили на 218 метров в секунду стало 950 а было там вообще как у фугаса скорость полета голдового снаряда тоже увеличили на сто восемьдесят шесть метров в секунду и стала 1100 метров в секунду и пробитие тоже апнули на 16 миллиметров стало 218 ну и обзор тоже подкинули 20 метров стало 380 вот такой вот ап за один раз апнули тупо весь танк разве что не апнули броню и подвижность обзор стабилизацию пробитие точность сведения апнули тупо практически все кроме двух параметров кроме подвижности и брони апнули тупо все и на это и потребовалось не 8 лет не 10 не 20 а всего тут ничего осенью стартовали лбз за второй фронт в котором и добавили этот танчик сколько тут времени это всего ничего прошло если сравнивать с некоторыми танками которые находятся в этой игре годами и они настолько устаревшие и убогие либо занерфлены то про них уже просто все забыли их в рандоме просто нет а все это делается почему для того чтобы гонять людей по веткам по нациям по танкам чтобы они двигались искали вечно и бу какую-то чтобы они каждый раз возвращались в игру и выбирали танк не тот который им нравится там по нации по внешнему виду по геймплею еще по чем-нибудь по названию просто понравился а химера давай играть нет тебе надо бежать сломай голову качать какой-то имбовый танчик либо за лбз либо за ветки либо за гк еще что-нибудь а все потому что если ты этого делать не будешь ты себя будешь в рандоме чувствовать вечно каким-то беспомощным если не будешь спешить за какой-нибудь новой имбой которую разработчики нам кинули и может поначалу это было и прикольно когда было мало веток нации там туда-сюда но сейчас они уже разогнались до такой степени что просто забей если прям танк тут и каждую неделю должен новую имбу покупать потому что твой старый прям танчик уже все тю-тю если ты выкачал ветку то все пару месяцев поиграл давай следующую это все уже устарело по нерфили в топку бежи следующую имбу качать срочно покупая аккаунтики резервчики и давай побежал качать мигом и честно говоря это не то что бесит это как-то даже противно раньше ты спокойно покупал себе прям танчик один и пока там на нем не накатаешься пока не протрешь его полностью там по пару тысяч боев пока ты на нем вообще вот просто вот морально не наиграешься ты не пойдешь на другом танки играть тебя все устраивает ты купил просто наслаждаешься геймплеем какого-то танка а сейчас ты не можешь просто купить танк сейчас ты должен купить именно самый новый танк и если проходит время то твой самый новый танк превращается уже не в самый новый и тебе нужен следующий самый новый не ты диктуешь картошки когда ты хочешь новый танк а она тебе раньше за марафон прям танк получаешь и пару тысяч боев от игры уж спокойно ничего тебя не напрягает а сейчас ты отыгрываешь марафон а в нем уже заранее убогие устаревшие танки если карвардан action x еще не самый убогий устаревший там хотя бы пушка нормальная но кроме пушки честно говоря есть еще только у вены и в принципе все рандомная башня которая хочет танкует хочет нет ну и здоровенная корыта корпус которая впитывает все что мимо пролетает вроде бы танк не самый плохой но в принципе да им бы ему далеко если бы он быстро ездил бы то можно было бы как саппортом с пушечкой пык 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 но на самом деле на нем иногда тяжело тем более с нынешним балансировщиком а есть танки на которых никогда не тяжело и их продают иногда когда звезды сошлись и над тобой какое-то небесное сияние ты такой продают классный танк бежишь продавать все что у тебя есть и покупать потому что тебе разработчик сказал вот сейчас ты должен его покупать не когда ты хочешь а когда тебе его продали потому что он имбовый его надо продавать иногда а если танчик не имбовый то его можно добавить ветку исследования премиумный танк его можно потом добавить в трейд-ин потому что он уже устаревший кусок какашки а если этот танк имбовый то его нельзя никуда добавлять ни в трейд-ин не ветки за голду никуда нельзя добавлять и разработчики еще говорили чтобы собрать статистику для ребаланса танка нужно два месяца ее собирать ага скажите это устаревшим танком прокачиваем которые годами вообще там не слышно не видно где они там находятся такие убогие что просто капец хотите сказать их каждые два месяца исправляют если они не соответствуют рандому каждые два месяца есть какие-то балансные правки по танкам ничего нету два месяца статистику собрали такой разработчик подошел на остатку танка посмотрел так убогий окей следующий танк а еще один убогий танк нахер так новый танк за лбз а что-то отстает срочно апнуть потому что надо так он же должен быть популярным он же должен быть на слуху это же не старый прокачиваемый танк о котором все забыли зачем его апать он же не популярный о каком вообще балансе идет речь они просто нихера не делают из года в год вешают лапшу на уши делают дебильные марафоны настолько неудобные неприятные марафоны по времени что ты просто через силу в то время когда ты не можешь играешь а если не успел плати бабки чтобы получить это корыто раньше марафон был просто вот тебе много времени набей много опыта все ты сам распределяешь свое время когда ты хочешь играть и набиваешь опыт получаешь танк и на этом танке отыгрываешь тысячи боев потому что он офигенный а сейчас и танк быстро устарел и марафон в сраты какой-то просто забей все сделано так лишь бы ты быстрее вкидывал бабки прям аж немного подташнивает а где там вообще игра то вообще осталось если все это дерьмо разгребсти руками в стороны там игра где то вообще есть за всем этим говном в рандоме вообще такая дичь творится в игру то поиграть можно просто в игру без марафонов хуифонов там еще там донатов вот эти забеги с ронянием кала за новый им бой просто в игру то поиграть можно в рандом как раньше была нормальная игра то нет хер ты в него поиграешь на full голде на новой имбе выехал за 2 минуты высрал 5000 урона офигенный бой кто быстрее друг другу голдой в силуэт на плюет или фугасами что еще забавнее где там игра вообще за всем этим даже не найти но самое забавное что танкисты все это едят и просят добавки а раз это пользуется спросом то ничего не изменится ничего не улучшится дальше будет только хуже в том же направлении и еще глубже как вам линия фронта отыграть 10 недель за год и чтобы получить два танка премиумных нужно играть минимум два часа в день в этот режим 2 часа 10 недель играть это огромное время и мы получим за это что два премиумных танка из четырех из которых два прям танка уже один очень устаревший второй льготный тоже немного устаревший и вообще неизвестно исправиться льготные танки или нет по балансировщику они сейчас просто пиздец третий прям танк который мы можем получить на супер тесте или на тесте там со всратыми характеристиками которые скорее всего тоже куском говна будет потому что апать его вроде как не собираются и четвертый танк который может быть будет прям может не прям неизвестно какой-то танк будет хороший плохой неизвестно какого класса нации может это пт кому-то не нравится пт может это лт тт вообще неизвестно 10 недель подряд по два часа играть за неизвестный танк три из которых всратые а четвертый неизвестный и даже может быть скорее все это будет не прям потому что даже акционных девяток в игре 2 а тут сразу тебе прям на плюс еще этот режим лично меня уже просто от него тошнит я два дня по 6 часов в него поиграл я вообще игры теперь видеть не могу я тупо через силу играл все не хочу больше и родню да классно серебро фармится все как по мне больше в этом режиме нету ничего кроме фарма серебра вообще ничего я не знаю почему но там такой выбор какой-то конченым ничего не летит никуда невозможно играть до это в статку не идет и можно играть не обращая ни на что внимание но это просто жесть вот такая вот игра у нас world of tanks там где тобой руководят разработчики хотя в нормальных играх игроки оставляют отзывы разработчики к ним прислушиваются но здесь все наоборот также еще добавили возможность сбрасывать статистику и у тебя на аккаунте останутся только прим танчики и ты можешь успешно набравшись опыта донатить просто налево и направо выкачивая имбы проходя плохие танки за бабло выкачивая танки за бабки истока в топ чтобы не портить себе статистику а статистику надо не портить потому что разработчики великодушно оставили xvm в игре и твои циферки каждый бой должны сиять все ярче и ярче потому что некоторым разработчикам надо чтобы ваши циферки сияли потому что вы к ним будете стремиться и для того чтобы к ним стремиться вы будете использовать все варианты а все варианты это тратить бабки в игру покупать имбовые прям танки проходить плохие танки за бабло выкачивать имбу за бабло сразу и тупо наслаждаться своими циферками какое-то получается онлайн казино по подталкиванию людей на прохождение непроходимой игры за бабки ха 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 казалось бы xvm очень сильно портит бои поскольку из-за этого xvm много негатива много оскорблений много людей упарываются по xvm многие люди фокусят из xvm но его не убирают из игры поскольку он очень многих людей подталкивает на донат с вами был арчик играть красиво пока а а